Всем привет! Ну что, скучаете? Ломает по копам. Ну а у нас новая экспедиция на пару дней. Первый день не особо задался, куда приехали, деревня шурфленная полностью. Но находки все же встречаются, хоть и советы, но все же, да и сопутка порадовала. На ночь переехали в другое место, где жил знакомый комрады. Меня поразило то, что он последний житель в этой деревне. Он-то нам и разрешил пошурфить один из домов. Результат неплохой. И напоследок откопали две верховые крупные монеты. Охренеть, смотрите, какая шайба, ребята, верховая. Екатериновский. Питачок. Странно то, что кругом ямки, а их не нашли. Комрады, вы с чем ходите? С лозой, что ли? Раз не видите такую крупную медь. Надеюсь, все выпуски посмотрите до конца. И проставите лайк в поддержку канала. Приятного вам просмотра. Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд. Копаем мы сегодня нестандартной компанией, как вы привыкли видеть. А бригада та, с кем я начинал. Это Диман Стольятти, Женька Михалыч и еще один новый комрад. Приехаем мы на одну деревовку. И я впервые такое увидел, что каждый фундамент взорван. Вот каждый, ребята, каждый. Находки у нас есть. Отличился уже Михалыч. А Диман Стольятти у меня есть. В общем, Женька тоже отыскал на фундаменте. В общем, все вы увидите, какие кто находки откопал. Ну а сейчас нахожусь в кустах сирени. Петя, шутки. Обычный фундамент именно в кустах сирени. И он здесь есть. Вот он. Вот он как раз фундамент. Но факт в том, что он взорван. Я сейчас отправляюсь по верхам с Ванюшем походить. А потом залезем в фундамент. И посмотрим, что у нас от вещица. Так что приятного просмотра. Находки обязательно будут. Но насколько интересны, в этом видео вы все и увидите. Итак, ребята, у меня первая находка. Достаточно приятная. Вот такая вот вещица. Вот из этой ямочки. Это какой-то медальон толстый. Надпись рабочий. Что-то тут какие-то дальше сокращения. 4654. Вот здесь вот было походу ушко. Вот и какой-то рабочий. С обратной стороны ничего нету. Ничего. Что такое, не знаю. Интересная находка. Очень интересная. Пишем. В комментарии, что это такое. Я даже представить не могу. Может, какой-нибудь носильщик. Не знаю. Ладно. Пойдет. Зачетная. Первая верховая находка. Ваниш. Итак, ребята, первый, кто отличился, это наш Евгений. Фартовый. У него терочка. Вот он с курсом настоит. Прячусь, ребята, от ветра. Сегодня ветер будет жуткий. И всегда буду прятаться. Первая находка с фундаментом. Это 5 копеек. 24-й год. Гурт. Гурт гладкий, да? Ну, здесь вот не знаю, что за сохранчик. Не знаю. Но факт в том, что... Блин. Фундамент только начал. 5 копеек. 24-й выскочил. Ну, Женька у нас постоянно так отличается. То есть, чемпион есть чемпион. Так что, ладно. Поживем, посмотрим, что даст фундамент. Держи. Красавчик. Ну, а мы продолжаем. Фундамент, в принципе, большой. Я вам изначально сказал, здесь он копанный, перекопанный. Но, насколько, посмотрим. Диман ходит пока по верхам. Вот. Я уже залез тоже в фундамент. Верха отработал. Есть находка приятная. Так что, идем дальше. Сопутка здесь, ребята, смотрите. В принципе, приятная. Обычные, смертные, бедные так вам позволить себе не могли. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят. Могу вам показать только вот такую пока монетку. Ничего сверхъестественного нет. Это советик. Но интересно то, что это 15 копеек. Щитовик. Щитовик. Год. 33. Вот такой щитовичок. И, вы знаете, я предполагаю, что фундамент копанный. Я его перекапываю. Ну, время покажет, конечно. Покажет. Ну что, ребята. В час по чайной ложке уже сделал большой объем работы. И, да. Я уже говорил изначально, что это фундамент копанный. И я просто сейчас нахожу те находки, которые комрады просто не увидели. Шурфили они здесь на полтора-два штыка. И еще нужно было штык выкопать. И вот монетки выскакивать все-таки. Это 10 копеек тоже где-то 30. По-моему, 34. 34. Ладно. Пацаны приходили шурфить. Что-то пошурфили немножко и бросили. Ребята, Диман пришел и показывает свою хабарницу. Две копейки затертые. 1800. 12, наверное. Угу. И еще какой-то очередной кокадок. Ну, не знаю. Может почиститься. Будет бодро. Две копейки. Николаевского образца. Бутылочка. Фикстура. Ну, хорошо, что целые, ребят. Тканина. Походу. В лошадку пуля попала. Я это не знаю. А, это коповушка. Ешка-то, это коповушки. Вот такую мелочевку поднял. Диман, у тебя веник 800, да? Ну, а у меня, ребята, с фундамента вот с этого. Выскочило вот такое количество стекла. Почему я здесь зашурфился, ребята? Здесь монеты, вы видели, что две штучки всего. Ну, надписи. Казань, царские. Керамики, возобилие, стекло. Все царское. Все богатое. Все шикарное, ребята. Так что я в надежде копаю здесь. Из-за того, что вдруг выкупаю целую бутылочку. На одежде. На одежде. Одня бутылка будет стоить всего копа. Будет шикарно. Ребята, на посошок. На посошок. 15 копеек. 46-я будет. На собой фундамент как бы присыплен. Присыплен. Небольшая горка. Но котлована нет. По сопутке. Конечно, много вкусного было. Очень вкусняшек много. Но беспонтовые. Вот такие вот всякие. Красивые. Ажурные. Всякие бутылочки. Скляночки. Вот такая вот. Была склянка. Казань. Александр. Какое-то написано. Александр. Ладно. На этом и все. Пожалуй. Переедем на другое местечко. Итак, ребят. Хожу в поисках фундамента. Напротив Михалыч. Вот. И вот такая вот штука выпала. Прям живая. Почему живая, ребята? Здесь потому что имеется кожа. Видите, да? Кто не знает, что такое откапку. Это я вам сейчас информацию прикреплю. Это предмет конской упряжи. Не часто. Не часто такое можно найти. Зачет. Вот как-то так. Било. Здорово. Аська не промахнулась. Да. Хожу с Аськой в поисках фундамента. Неохота. Могите возвращаться. Ваня, шпрась. Здесь вот, знаете, керамика. Старая керамика. 17-18 век. Очередная верховая находка. Керамика. Каждый раз, как я выкапываю что-то, выпадает керамика. И здесь вот я зацепился сигнал. Думал, какое-то ГТО или что-то в этом роде, когда выпало вот так вот. Но нет. Такой я значок в первый раз вижу. С СССР. НТО. Что за значок? Тоже не знаю. Ну, погуглю. Посмотрю, что такое НТО. Я не представляю. Ладно. Пойдет. Кстати, можно... Если интересный значок, то можно отреставрировать. Эмаль немножко сошла. Красная. Но ничего страшного. Если интересная находка, то оставим. Ладно. Ищем. Ищем фундамент. Итак, ребят, нашел какой-то фундамент, знаете, хороший вроде как с видом, но с другой стороны не очень. Монеты здесь идут совсем-совсем советские. Но вот это решил показать, потому что это как бы, ну, более-менее еще. Это 10 копеек. 53-й год. 53-й. Другие советы совсем гнилые. Да. Здесь вот печь была. Видите, очертания печи. Я нахожусь. Вот. Вторая была печь. Голанка. И возле печки фигарю. Подрезая створку, ребята, монетка сама выпала. И это у нас, судя по всему, две копейки. Две копеечки. Год, к сожалению, не скажу. Но, судя по всему, это совсем-совсем гнилой. А нет, не совсем гнилой. Это две копейки. 49-й год. 49-й. Фух. Нет, такой фундамент нам не нужен. Смотрите, сколько у меня выпало здесь монеток. И самое, что интересно, вот эта двушка. 10 копеек. И остальные вот такие вот гнилые совсем монетки. Трюшка. Пятнашка. Двушка. Копейки. В общем, такие гнилые. Я не знаю. Их вообще смысла чистить нет. Это после 61-го года монеты. Так что, ладно. Будем искать лучше. Ой, спина моя. Итак, ребята, уже вечер. Мы переехали на новую деревню. Но вдвоем с Михалычем. Больше никого нету. Пытались сейчас вот здесь вот пошурфить. Ничего не вышло. Вообще сигналов нету. Сопутка кое-как проскакивает. Михалыч пошел новый фундамент искать. Ну, а я тоже пошел вправо. И вы знаете, я был удивлен. Удивлен, что в такой вот траве... Смотрите, трава высокая, густая. И выпал пятак. Пятачок Николаевского образца. Давайте посмотрим, что за пятак. Так. Ну, пятак, хочу сказать, сразу затертый. Тысяча восемьсот семьдесят первый год. Фь, ёптим. Он еще игровой. Ну, ладно. Вот такая вот. Сегодня первая царская монета. Вот еще, наверное, фундамент. Сейчас к нему и двигаюсь. Михалыч вообще в лес пошел. Так что здесь, наверное, заночуем. По полям, ребята, по полям. Мы ехали больше 15 километров. Я вот сбил со счета, ну, больше 15. Тряслись прям. Дорога на тракторные. Кстати, деревня была достаточно большой. Вон в тех вон кустах, вон, где вон в тех вон. Там была церковь. По простору такие, знаете, безлюдные. Безлюдные. Вообще. Ну, ладно. Посмотрим, пацаны. Посмотрим, что найдем. Итак, ребята. Короче. На улице совсем уже темно стало. Ходить, сориентироваться вообще невозможно. И мы решили дождаться завтрашнего утра. Легли пораньше. Время 10 часов. Но в полях, в лесу темень полная. Звери уже начали свои дела. И мы решили раньше лечь спать, чтобы завтра рано утром встать и уже покопать. К сожалению, по верхам ничего зацепить не получилось. Попытались пофундить, шурфить, но не получилось. Потому что, как бы, ну, ориентиров никаких нету. Вот. Так что мы начнем все это дело завтра. Так что до утра. Все. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok